Олд Хилл Бой, он же Евгений Сатановский, в телетайпе. Человек, скотина странная. Поговорим на отвлеченные темы. В конце концов, помимо проблем, в мире существует масса того, на что имеет смысл обратить внимание, раз уж приходится сидеть дома. Благо, не война. Меркель, конечно, с прямотой и простодушием удивительными для политика ее уровня сравнила ситуацию в Германии именно с войной. Но это она сильно душой покривила. Ни бомб на голову, ни военного положения с гестапо за каждым углом, ни оккупационных армий, продвигающихся по разоренной территории. Что-то у нее с такими сравнениями перемкнуло. Тщательнее надо слова подбирать, фильтровать базар надо, как теперь принято изъясняться в высоких политических кругах. Ну, да что нам эти круги, у них свои проблемы. Что там наверху у правящих классов мигрень, у людей, попроще, в лучшем случае тяжелое похмелье. Итак, примем за данность некоторые постулаты, которые просты, как теорема Пифагора, но почему-то никак в голове у многих не укладывается. И сделаем выводы. Бокача в эпидемии черной смерти свой Декамерон написал. Пушкин, сидя в деревне в карантине, провел там со скуки болдинскую осень. Так и нынешний карантин немало шедевров породит. Мы их еще не знаем, но надеяться стоит. Итак, нет в этом мире справедливости и не будет. Можно успокоиться. Жив пока и ладно. Есть кусок хлеба и вода из-под крана течет? Хорошо. А насчет пенсии и прочего соцпакета? Как выйдет? Может будет, может нет. Может вообще под забором с голоду подохнешь. И кем ты был, никого интересовать не будет. Как с королем Лером у Шекспира. Не зависит ничего, ни от какого народа. Все за всех решают те, кто правит. Они могут быть умными или полными дураками, умеренно жадными или алчными до предела. А то и запредельно. Тихими воришками или абсолютными отморозками. Не важно. Но решать за всех будут они. Куда руль повернут, туда и государственный корабль поплывет. А на рифы его вынесет или проскочит, никто не знает. Те, кто решает, все решают для себя и своего окружения. Про страну, народ, демократию, права человека и прочие высокие материи. Это, конечно, хорошо звучит. Но в целом, как белый шум в радиоэфире. Всегда так было. У всех. И всегда так будет. Свергать тех, кто правит ради справедливости, бесполезно. И ее нет, не было и не будет. Смотрите выше. Этих скинешь придут те, кто хуже. Тех скинешь. Вообще полные мерзавцы придут. Вообще все разнесут. А там повезет, уцелеешь. Нет, нет. Прогресс вещь смутная. С последствиями непредсказуемыми. Вроде колесницы джаггернаута. Или парового катка. По тебе пройдет, мало не покажется. Все его хотят, а потом не знают, что с ним делать. А поделать-то уже ничего нельзя. Он на тебя накатил. И привет медведь. А-ля улюга не гусей. Мораль, культура, честь, честность, выполнение правил игры, порядочность и прочие высокие материи для карьера вредны. Полезны подлость, подхалимаш, стукачество, слепое подчинение старшим по чину, конформизм и беспринципность. Так что, если делаешь карьеру в системе, неважно какой, сделать ее можно, имея в запасе не первый, а второй набор качеств. Зацепись за лидера, за ним и плыви. Он тебя выведет в люди, даже если ты пустое место. Но если не за того зацепишься, утопит вместе с собой. Ну, что еще? Кто правит, хотят править до конца жизни. Всегда и везде. Иногда это у них получается, иногда нет. Все, кто при власти и во власти, хотят все вокруг контролировать и всем владеть. Иногда их дети это теряют, если слабые и глупые. Иногда нет. Причем все они пытаются себя обезопасить, построив запасной аэродром подальше от Родины. Чтоб было куда свинтить, в случае чего. Если куда кого назначили, потому что он часть элиты, ему там воровать и надлежит. В другом месте другой воровать назначен. А что воруют под корень, тоже понятно. Не вечные люди на должностях сменят, а ты не наворовался еще, жирок не накопил. Что делать будешь? Мафия бессмертна. Одну выведешь, другая появится. От государственного строя, веры, идеологии, лидера и прочих материй это не зависит. Дети изначально все хорошие. Откуда потом столько сволочей появляется? Продаться подороже и Родину продать для людей, которые считают себя элитой, вещь не наиестественнейшая. Но называть это своими именами они не любят. Красивые слова для подлых дел придумал. Вот ты уже и не тварь паскудная, а провозвестник грядущих эпох. Очень ли повышение самооценки хорошо? Ну и напоследок, девушка с моралью ящерицы или кошки в период течки всегда сделает лучшую карьеру, чем порядочная и денег больше заработает. Но не обязательно будет при этом счастлива, поскольку человек, скотина странная, ведет себя непотребно, а хочет выглядеть ангелом и чувствовать себя святым, идущим прямиком к Богу в рай. Странно, конечно, но факт, с чем жить приходится. Хорошо бы, конечно, чтобы было иначе, но не получается никак ни у кого и никогда не получалось. Олд Хилл Бой, он же Евгений Сатановский. Человек, скотина странная.